приветствую вас уважаемые подписчики и гости моего канала магия успеха 2 самопознания с вами наталья и давайте сегодня полюбопытствуем что же происходит с вашим загаданным человеком сегодня настраивайтесь на расклад вариант будет один девочка сегодня немножечко изменила вопросы не такие как обычно поэтому располагайтесь поудобнее постараемся чуть глубже заглянуть в сегодняшний процесс вашего загаданного человека больше его мысли наверное затронем сегодня почему так не знаю возможно у вашего мужчины идут какие-то глобальные изменения либо не у конкретного одного человека а у многих мужчин идут какие-то перемены итак смотрим в каких энергиях каком настроении находится сегодня загаданный человек его мысли о чем он больше всего размышляет на какую тему что содержит либо кого содержит на сердце о чем человек сожалеет смотрим о чем человек сожалеет и чтобы он хотел все таки изменить для себя именно для себя наверное чтобы он хотел изменить для себя в самом себе вот так даже более конкретно спросим девочки на следующее в каких энергиях находится загаданный человек относительно вас что она вас думает безусловно какие эмоции содержит к вам загаданный человек чувственный аспект затронем такой вопрос что вообще он думает о вашей паре о вашем союзе какое у него представление размышления и заключительный вопрос вообще что вы для него значите вот на сегодняшний день его как бы итог до что вы для него значите итак в каких энергиях каком настроении находится сегодня загаданный человек борьба сопротивляется конфликтует может быть конечно же самим собой конфликт это давно и так же может быть с внешним миром вот возможно человеку даже где-то хочется что-то все объединить чтобы было все взаимосвязано но есть какие-то его жизненные процессы которые но никак не хотят соединиться до быть одним целым с ним либо с какими-то его конкретными ситуациями с чем это связано его внутреннее сопротивление борьба это больше о чем одиночество смотрите человеку действительно могут сегодня приходить очень важные мысли глубинные мысли и смотрите его разум может конечно же раздваиваться отвергать ту глубину которая на сегодняшний день в человеке может вскрываться также человек может сопротивляться вот этому знаете своему одинокому состоянию я не хочу быть одиноким либо наоборот оставьте меня все как говорится да я хочу побыть один вот тут и так и так он может проиграться девочки у всех конечно же по разному вот знаете если допустим примеру человека кто-то получает и человека кто-то пытается перевоспитать то здесь он горит не надо меня учить я сам кого хочешь научу я сам знаю что мне делать ему необходимо в сегодняшнем дне действительно чтобы все сплелось воедино в одно в одно целое но есть какие-то его сферы жизни на данный период времени которые могут не поддаваться вот этому объединению нету вот этой стыковки и он безусловно сегодня пытается разобраться как бы ему действительно поступить чтобы все соорганизовалось так как ему надо никому-то так как именно он хочет и действительно человек погружается уединяется во возможно в самом себе он может быть конечно в прям в гуще событий безусловно может но как будто бы он и не в гуще этих событий серьезная энергия честно говоря вышла вот почему-то мне вот видите как сразу как тема была задана какие все-таки у человека проходит сегодня прям глубинные мыслительные процессы так и выходит люблю карты обожаю карты таро и так что у него мыслях король пентакли он сам девочки он сам конечно же я могу сказать что человек будет также думать о своем материальной части жизни о деньгах о достатке но а все том что можно как говорится потрогать пощупать и так далее да но в мыслях он сам сам с собой сам с собой тихо ведет беседу накручивает себя девочки здесь прям очень сильно человек возможно пытается действительно бороться со своими комплексами со своей неуверенностью человек мог сегодня допустим плохо спать тревожить его может течение дня сон который ему приснился может быть там я не знаю он сражался с тем же своим одиночеством сопротивлялся ему понимаете вот король пентаклей он такой в принципе теплый человек целеустремленный человек и безусловно рядом с ним будут люди которые с одними этими же целями он будет притягивать таких людей надежных вот смотрите кстати в сегодняшнем дне он может думать что он сам по себе ненадежен но какие вот анализируя свои какие-то поступки дела он конечно может сегодняшним днем убеждать себя в том что ну ты же делал правильно ты же это делал не просто так и ты поступал мудро последовательно ты не отказывался от своих каких-то целей непростой процесс девочки сегодня происходит у вашего загаданного человека непростой если допустим к примеру человеку необходимо приложить сегодня колоссальное количество усилий для того чтобы поддержать в целом свою жизнь это к примеру что можно покушать завтра что одеть завтра и так далее здесь конечно человек будет отметать стараться по крайней мере отметать свои страхи относительно того что у него может что-то не не получится но вот мысли много может конечно не хорошо себя чувствовать сегодня да но почему себя не хорошо чувствует потому что слишком много мыслей мысли здесь не совсем будут положительного такого контекста сопротивляется борьба вот знаете надо быть активным надо быть условно везде принимать участие во многих процессах а вот словно ну вот как то не получается у него это делать и он действительно может сегодняшним не докапываться до сути почему у него не получается быть более продвинутым допустим к примеру быть более прозорливым и так далее понимаете король пентакли он немножко медлительный а возможно нужно вопросы решать уже здесь и сейчас а нету вот этого вам ну как вот фундамента уверенности в самом себе поэтому здесь человек больше думает о себе о своем материальном мире нагоняет жуть страхи но тем не менее будет старается бороться со своими вот этими давайте так скажу тараканами что он содержит на сердце либо кого он содержит на сердце обиды здесь конечно обиды виды прям забор простроил из этих обид уже и он все за них держится держится и не отпускает вот такое ощущение что человеку очень сложно избавиться от тех вот ну как бы исключить из своей жизни те ситуации которые постоянно возвращаются в его жизнь ну потому что он он это позволяет этому быть и он позволяет быть своим внутренним ощущением а как от них избавиться он не понимает он не видит вот если бы он все-таки себе позволил на себя все-таки до посмотреть с высока то есть с высоты птичьего полета ну либо сбоку дам то наверняка он бы разглядел принципе а за что он переживает а почему он обижается какой в этом смысл и так далее девочки сегодня человек действительно пытается прям найти суть самого себя он может думать что он бедный несчастный он жертва по-другому он поступить не может он скован он обречен какая-то тут херобора честно говоря сегодня происходит у вашего загаданного человека прям одиноко с одной стороны я хочу побыть один с другой стороны мне не надо быть одному вот понимаете вот это вот туда-сюда чем больше он не жуется тем больше человек загоняет себя в неуверенность неуверенность в него в невозможность действительно почувствовать себя сильным мужчиной давайте посмотрим о чем он сожалеет о чем он сожалеет сожалеет может быть был может быть то что был слишком эгоистичен в каких-то процессах вы выпячивал свое я видел только себя и больше никого ну девочки о чем он сожалеет о том что у него были розовые розовые очки относительно самого себя ну вот так я вам скажу и ему действительно хочется обнулиться ему необходимо пройти этот процесс обнуления то есть ну чуть ли не заново родиться переродиться чем он сожалеет о том возможно что человек жил определенный период жизни своей да и так до сих пор не мог понять на что он способен к чему он больше склонен здесь у него только фантазии 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 вот знаете примерно может быть такое а я могу и как говорится и директором быть а я могу быть и допустим главным управляющим салона автомобилей а я могу быть с крутым поваром а я могу допустим быть ну я не знаю держать клининговую компанию а я могу допустим работать электриком там сварщиком кем угодно понимаете у него много дарований у него будет много достоинства но дело в том что человек дать до сих пор не может определиться или не мог определиться но он в процессе девочки определения к чему все-таки он ближе как ком какой деятельности а чем ему дальше заниматься вот понимаете вот это вот я я могу все а такое ощущение по итогу но тут я вообще ничего не могу на что я способен а что действительно я хорошо умею делать он обижается на самого себя здесь человек может сетовать на то что он потерял колоссальное количество времени на какие-то вообще ненужные процессы девочки неважно сколько ему лет если допустим даже человек условно месяц занимался вообще какой-то ерундистикой он будет себя наказывать наказывать действительно наказывать за то что ты потерял время вот эти вот драгоценные 30 31 день у кого-то тут и 30 лет 20 лет не суть потерял время из-за своего эго у меня все я еще вы знаете вот это вот некая беспечность я еще все успею у меня еще все у меня еще все впереди а ну нет понимаете нет и на этой почве человек действительно может очень сильно сегодня бороться и стараться себя собрать воедино они получаются не получается не получается что так о чем сожалеет да и следующий вопрос что уже все-таки он хотел бы в себе изменить чтобы он хотел в себе изменить ну давайте так скажем умение наверное вот он умеет приспосабливаться понимаете как существовать существовать а не жить вот это бы он хотел девочки в себе изменить он находится сейчас на очень низком уровне духовного развития и вот это бы он себе хотел изменить не зря нам первый вышел в его энергии отшельник отшельник это карта нам указывает на то что человек идет к мудрости к истине то есть есть духовный рост но там очень сильное сопротивление этому потому что его разум борется с его душой и плюс еще его тело потому что пентакли это тело его тело еще дает ну так сказать реакцию на его вот эти внутренние процессы у него действительно может быть красные глаза ну то есть человек не выспался да то есть на физике однозначно это будет выражено либо он будет знаете таким немножко либо каким-то резким движение могут быть какие то знаете вот как объяснить прям спонтанными да либо здесь человек может быть вообще какой то вяло текущий еле-еле двигается вот что то такое у всех девочки будет по разуму но там в любом случае на уровне тела есть определенные изменения замечаете вы не замечаете если допустим рядом с ним находитесь просто понаблюдайте за ним а если конечно вы не вместе ну просто как бы это вам информация дана для того чтобы возможно вы тоже где то понаблюдали за собой девочки то что вы слышите о мужчине вот давайте так где то в пятидесяти процентах это происходит с вами никогда никогда нету такого что вот информация то что я читаю первый слой информации исключительно про мужчину и там этого в вас нет нет девочки именно это есть вас и всегда почему говорят допустим торологи такую замечательную фразу что слышать то есть ну как бы слушать это одно но услышать важное это совершенно другая история иногда вы смотрите расклады действительно как развлекательный такой какой-то контент но поверьте это далеко не развлечение это очень глубинная работа со своим подсознанием и просто это нужно чуть-чуть ну как бы понимать все не просто так поймите правильно абсолютно все не просто так и вы же по большей части хотите слышать то что вы хотите слышать а иногда информация идет которая как говорится вашему слуху кажется вообще полной ерундистикой да и но это и это нормальные процессы но еще раз повторюсь старайтесь слышать информацию не только про человека но и старайтесь ее сопоставлять с самими собой это очень важно поэтому если еще раз повторюсь если вы считали ранее что вы смотрите исключительно на загаданного человека отнюдь это не так посмотрим что это за такое немножко нищанское внутреннее состояние это 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 что такое и это же он хочет изменить то есть у человека наступила какая-то точка невозврата это тут сто процентов и вот мне хочется посмотреть что стало таким толчком наверное да для того чтобы понять что на самом деле человек находится вообще на низком своем каком-то я не говорю девочке что он там не достиг каких-то высот в карьере там он не построил дом не посадил дерево я не об этом здесь все-таки идет больше какой-то такой духовный процесс который очень важен что стало а потому что девочки человек столкнулся в материальном мире с каким-то процессом каким-то делом либо он конкретно что-то услышал от более мудрого знающего человека либо ну вот не именно сегодня может быть он ранее когда-то общался с такими людьми они ему давали определенную информацию и только сейчас эта информация дошла до него что почему здесь показывает нам время повешено это время это слишком долгий период времени человек может вот в этом состоянии девочки висеть годами он работал вот эти уже девять жезлов это очень много это слишком много для одного человека чрезмерно много и поэтому здесь действительно возможно человек когда-то услышал что-то либо увидел и только сейчас он начал понимать что оказывается он вообще двигается не туда потому что его внутренний мир он слишком скудный слабый он не обращает внимание абсолютно ни на кого ни на что почему потому что у него его эго превыше всего здесь человек мог особо не обращать внимание на на того кто рядом с ним а как и этому человеку рядом с ним а как он себя чувствует потому что он был зациклен только на себе вот такой вот у него внутренний процесс идет хочет себя улучшить понять его возможно действительно очень очень важные процессы и вычленить для себя действительно что для него ценно а что нет и прекратить вот эту борьбу здесь человек также может бороться с вот именно с тревогой вот эта тревога внутри а а если я действительно останусь совсем один и я никому не буду нужен тогда что хотя раньше исходя из того что что нам карты показывают человек на это ну как бы особо это и не подмечал в себе что оказывается одиночество для него это страшно и все то что человек делал на протяжении своей жизни он же только сопротивлялся выстраивал оборону но не хотел посмотреть внутрь что он реально может бояться одиночества окей давайте теперь посмотрим в каких энергиях находится загадан человек относительно вас энергии девочки его его внутренний мир его душа это вот вы для него являетесь как некий клич он чувствует вот этот зов он хочет до вас словно докричаться либо высшие силы ему уже разными способами показывают что вот эта женщина она в твоей жизни очень значима девочки я не удивлюсь если допустим вы являлись тем мудрым человеком который ему когда-то в свое время что-то показал что-то озвучил но в тот момент он мог это проигнорировать не учесть и в сегодняшнем дне он может понимать она это она ну то есть девочки вы это она оказывается тот свет в моей жизни которая дала дает мне возможность действительно понять самого себя король чаш эмоции девочки теплота к вам чувства возрождаются даже если вы с этим человеком не общаетесь уже много лет не важно человек в сегодняшнем дне к вам относится с теплом с добротой и с любовью но поймите правильно это любовь она может быть не совсем та любовь которую вы себе представляете это что-то другое это намного как вам правильно тут объяснить это что даже это но это необъяснимое такое ощущение состояния понимаете очень сильная энергия в вашу сторону наимощнейшая энергия в вашу сторону вы для него знаковый судьбоносный человек и скорее всего девочки только вы могли в нем увидеть то тепло не вот этот вот эгоизм а ту человечность которая реально в нем есть а он то ее не видит он же есть сопротивляется и только вы на самом деле могли увидеть насколько человек одинок несмотря на его там какой-то вот этот игривость пафосность и так далее туда же некая вот такая упёртость твердолобость это же тоже это же не все просто так это его это его защитные реакции его мысли о вас какой он вас видит активная жизнедеятельная способная на многое кстати яркая творческая целеустремленная мысли о вас мысли о вас вы та женщина которая будет делать все исключительно то что вы хотите то что вам нравится у вас есть свобода самое что здесь удивительное вы любите эту свободу вы любите полет души вам вам нравится испытывать разные ощущения вы наслаждаетесь этими процессами вы храбрая вы смелая в отличие от него кстати конечно конечно я не могу я не буду утверждать девочки что у вас это будет на постоянной основе потому что периодически вы можете и подвисать то есть давать себе возможно некий отдых передышку либо вами также могут овладевать какие-то немножечко внутренние внутренние неуверенности в себе что вы можете чего-то действительно добиться для себя вы себя любите он вас видит что вы себя очень довольно таки цените боготворите то же самое но почему он так вас видит потому что он видите как он длительный период времени все-таки пребывал вот в этом состоянии розовых очков что я круче всех он до конца девочки это не проработал нет он в процессе этого изменения мировоззрения в нем самом поэтому он вас еще видит вот эту женщину которая себя любимая и и себе любивая и наверное все равно вы будете чуть-чуть передавливать пространство для того чтобы получить желаемое тут 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 конечно такое может быть что еще он может о вас думать вы конечно безусловно ему нравитесь своей своей харизмой умением умением сейчас девочки скажу умением при беседе прочувствовать человека вы это умеете потому что у вас много водички и у вас хорошо развита интуиция и вы прям проникаете в пространство другого человека в суть человека ему это любопытно ему это интересно ему это нравится однозначно потому что вы считываете человека именно при разговоре именно при общении при жестикуляции вы видите что действительно человеку будет нравиться а что нет безусловно вы любите слушать ушами но и также девочки вы можете говорить очень лестные речи другому человеку но и в то же время тогда когда вы считаете что допустим вам сейчас не стоит быть откровенной вы этого делать не будете и безусловно это человеку будет тоже любопытно вас вот это качество вы не разбазариваете про себя все то что у вас может даже в жизни происходить вы это скрываете вы можете выудить у человека абсолютно все при общении кстати вот это тоже интересный момент но сами о себе дать минимальную информацию а выудить можете абсолютно все он вас такой считает что он вам чувствует что он вам испытывает вы родной для него близкий человек вы его семья даже если вы не семья вы все равно близки этому человеку по духу по роду по духу по роду вот здесь все-таки идет конечно тоже материальный такой мир эх эх сейчас девочки у него это чувство оно переменчиво давайте так у него это чувство оно переменчиво у него все-таки по поводу вас есть какие-то сомнения на дне колоды императрицы у него есть сомнения действительно ли вы та женщина с которой он может прожить очень долгую долгую счастливую жизнь действительно ли или он ошибается вот для кого-то девочки здесь проиграется что вы в каких-то моментах очень четко напоминаете его маму либо бабушку человек в этом ну как бы верить не хочет потому что тут могут быть проблемы вот именно по проблемы вот именно с женской линии ну допустим могут быть проблемы с мамой или там еще там с кем-то да проблемы эти существуют там много обид будет на мать скорее всего много обид на мать но безусловно это не стопроцентно что человек там прям свою мать во всем обвиняет да нет конечно же есть безусловно тоже что-то очень хорошее хорошие прям классные качества в маме которые ему нравятся и вот понимаете вы являетесь таким человеком который действительно вы можете подсвечивать ему и плохие и хорошие качества его именно мамы вот вы похожи как-то даже девочки если он этого не осознает полностью услышьте пожалуйста вас мужчина выбрал не просто так вот это тоже нужно немножечко разбирать и понимать мужчина по большей части выбирает себе ту женщину которая так или иначе ну хотя бы чуть-чуть но в чем-то будет схоже с его самым дорогим и близким человеком который его родил понимаете там все равно будет совпадение внешность какое-то качество характера проявленности вообще в этом мире там все равно что-то общее есть если допустим к примеру ваш мужчина не принимает свою мать то ему будет сложно принять вас поэтому здесь у него вот это вот немножко такой дисбаланс он вроде к вам бы к вам и с чувствами и с любовью король чаш да но и в то же время вы для него и родной и близкий человек и в то же время вы можете быть для него отчужденной холодной отстраненной потому что это его реакция на его мать ну не всегда конечно но какая-то часть однозначно но в целом в целом я могу сказать что вы все равно та женщина который он очень тепло относится возможно намного серьезнее чем вы себе можете себе предположить если конечно девочки здесь многоугольники многоугольники все равно человек вас считает своей семьей но к сожалению он не может вам дать статус своей супруги но вы для него невероятно близкий и родной человек и он из-за этого на своей сердечной чакре превращается в жертву потому что если он кого-то выберет понимаете безусловно он будет делать больно и вам и там и второй своей стороне он любом случае сделает больно поэтому он старается быть максимально хладнокровным но мы же все прекрасно знаем что в данном случае хладнокровие но она не будет срабатывать она будет уничтожать его самого поэтому тут человек уже допустил этот многоугольник и это конечно его крест это его это его урок это его задача все исправить вот все исправить а как он это будет девочки делать никто не знает у него энергоресурс очень слабый чтобы это все исправить а ему хочется понимаете ему хочется найти истину ему хочется хочется найти спокойствие внутри стабильности потому что там стабильности у него внутри нет она отсутствует что вообще в целом он думает о вашем союзе о вашей паре что в целом думает разочарование здесь есть у человека разочарование почему почему потому что в вашей паре нету стабильности нет стабильности здесь есть все-таки претензии опять-таки смотрите если мы исходим из той информации которая дана нам выше что человек в свое время ну он и до сих пор это может использовать да у него есть еще свои розовые очки что человек может ставить свое я на первое место и ему будет все равно что будут чувствовать другие рядом с ним люди ну вот так да вот так получилось и в связи с этим человек еще находясь вот в этих розовых очках он до конца все-таки даже не видит насколько ваши взаимоотношения они судьбоносные и важные он не видит этого к сожалению и поэтому он что-то чувствует он что-то чувствует он понимает что вы можете дойти до этой десятки чаш да и быть как говорится в таком благостном союзе об этом как говорится и ну как и мечтать им было невозможно но для этого всегда есть шансы и возможности он этот шанс пока не берет вот прям полностью он его не берет девочки даже если вы замужем за этим человеком вместе находитесь ну может быть не замужем просто вместе как-то там встречаетесь и так далее пока он не берет шанс потому что он не видит насколько судьбоносные и важные ваши отношения этот союз он где-то чувствует но до конца он не осознает а вдруг я ошибаюсь а вдруг это не так а вдруг я где-то там проиграю да как это он может свое эго не удовлетворить а вообще вот где-то там у него внутри все-таки ваш ваша встреча она очень-очень важна его понимаете вот по энергиям ему уже я не знаю сколько намеков пространство дает а он может это все равно как бы ну пропускать да пробелы такие ставить а нет показалось а нет показалось а нет показалось но душа то его тянется к вам видите как ваше отношение они все-таки нестабильные здесь может быть много претензий как с его стороны так и с вашей стороны попробуйте не ну не озвучивать да свое недовольство вы конечно можете сказать с чем вы не согласны безусловно но для начала задайте этот вопрос самой себе чем я недовольна а почему я на это так реагирую ну хотя бы для начала когда вы разберетесь в этом во всем тогда можете задать вопрос человеку не старайтесь обвинить другого человека в чем-то попробуйте для начала разобраться в самих себе потому что четверка кубков она такая претензиозная карта очень мне не нравится это мне не нравится как она варит борщ мне не нравится как она моет полы мне не нравится как она со мной общается и так далее то подобное вы тоже самое можете транслировать ему и он и так же это будет все считать ей не нравится как я ну я что он делает как я хожу ей не нравится как я улыбаюсь ей не нравится как я держу молоток ей не нравится много претензий очень много здесь претензий поэтому разочарование заключительный вопрос что вы для него значите что вы для него значите вы та женщина которая заставила его задуматься о нем самом вы его остановили в каком-то его суперактивном движении вы его притормозили вы заставили его задуматься кто вы для него девочки ну вот и все вот и все император и императрица вы та женщина которая возможно действительно ему показало что он еще пока не император но он им может стать а вы та женщина которая пара императору вы императрица девочки он только-только-только-только на первых шагах на первых как правильно здесь сказать в некой такой осознанности это прям один миллиметр ну или либо один сантиметр кто чем исчисляет измеряет он только сейчас начинает осознавать что вы именно та женщина которая способна раскрыть в нем настоящего мужчину истинного истинного мужчину что вы для него значите многое значите девочки очень многое вы для него ну как бы его вторая половина да пусть человек думает не вмешивайтесь девочки пожалуйста ведите себя естественно по-настоящему ничего не играя не придумывая это будет ваша самая правильная тактика поведения будьте самой собой если здесь мужчина женат если здесь мужчина женат и вы понимаете осознаете тот факт что ну в принципе вы никогда с этим мужчиной не будете вместе такое тоже может быть просто знаете девочки что вы дали человеку возможность найти самого себя и за это вас мужчина ценит и уважает вы не представляете насколько человек вас ценит и уважает но если там уже были даны обязательства он не может отказаться от своих обязательств потому что он все таки император он должен им стать понимаете если человек взял ответственность отвечать за свое государство то этот предводитель предводитель он не может как та крыса бежать из этого государства он не имеет на это никакого права ни морального ни нравственного ни божьего никакого права просто знайте это и вы для него очень важный человек он вам вот девочки вот посмотрите если допустим вы встретитесь с ним через много-много лет он вам скажет такое спасибо вы мне конечно можете сказать нафига мне его спасибо спустя много лет это вы сейчас так говорите но когда пройдет определенное количество времени когда вы тоже по-другому будете смотреть на вещи по-другому будете все анализировать для вас эти слова это будет как некое облегчение и освобождение от чего-то то что вы тащили много-много лет внутри поэтому вы для него очень важный и значимый человек хотите вы этого или нет не вам решать потому что здесь вышел сразу первый аркан это высшие силы все под контролем девочки абсолютно все под контролем благодарите бога что в вашей жизни появился этот человек он вам действительно нужен у всех конечно для своей там истории но он в любом случае вам нужен и вы ему очень нужны вот такой сегодня получился расклад пишите пожалуйста в комментариях насколько с вами резонирует насколько с вами проигрывается от души благодарю что вы со мной поддерживаете меня лайками комментариями низкий вам за это поклон всего доброго до новых видео Продолжение следует...